Почти 800 миллионов рублей – сумму, которую инвесторы планируют направить на реализацию бизнес-проекта в Щелковском районе. В рамках так называемых инвестиционных часов по четвергам в администрации инициативные предприниматели рассказывают о своих идеях, выступают с предложениями по созданию новых предприятий или по расширению уже действующих. Такие мероприятия проходят регулярно и уже принесли определенные результаты. Например, активно обсуждается строительство многоуровневых парковок в Щелкове. Была проведена рабочая встреча, определили локацию размещения парковок, предложили инвестору на согласование, сейчас ждем от них обратного ответа. Создание серийного производства электронно-коммутируемых двигателей на территории Хотовской промзоны обсудили на встрече. Компания «Газхолодтехника» – один из лидеров рынка нефтегазовой отрасли, разрабатывает оборудование для охлаждения систем, используемых при перекачке газа. Планируемый объем инвестиций в развитие предприятия – порядка 80 миллионов рублей, что приведет к созданию 150 рабочих мест. Они построили уже блок, само здание инвестировали 50 миллионов рублей, сейчас на 30 миллионов рублей будет закуплено им оборудование. Надеюсь, что 50% понесенных затрат, то есть из 80 миллионов, порядка 40 мы постараемся компенсировать им. А вот проект строительства фермерского хозяйства «Складчина» пока только на стадии обсуждения. Предприниматели планируют направить полмиллиарда рублей на создание козьей фермы, занимающейся производством молочной и сырной продукции. Инвесторы обратились с просьбой предоставить землю для реализации проекта. В поголовье планируется тысяча дойных коз, то есть эта мощность примерно в год от 600 тысяч литров. Сегодня в Москве и Подмосковье цена закупки сырья молока козьего идет от 70 до 120 рублей. Мы находимся в нижнем сегменте, но цена в данном случае в проекте 70. Я прошу подготовить земельные участки, предложить нашим коллегам для реализации территории района. С предложением по расширению производства бытовой химии выступил генеральный директор компании «Гринфилд Рус» Михаил Делингер. Расчетный объем инвестиций составляет почти 200 миллионов рублей, что позволит создать около 100 рабочих мест. Развитию бизнеса пока мешает смежный участок территории, который предприятие арендует у муниципалитета. Мы планируем произвести реконструкцию при получении этого ГПЗУ, при получении этого участка. Плюс еще мы подали прошение о выделении нам 26 соток для организации парковочных мест для сотрудников и отстой большегрузного транспорта. По завершению проекта мы планируем отчисление в год в районе 26 миллионов. Алексей Валов предложение поддержал, отметив, что вопрос требует более детального обсуждения. В целом заседание прошло эффективно. Результативность таких мероприятий по улучшению инвестиционного климата очевидна. В администрации заверили, что здесь все еще ждут предпринимателей с интересными прорывными идеями.